Политические дебаты за круглым столом. Студенты ОПЕ обсудили проблемы становления и развития избирательной системы в России. Изучив основные положения, докладчики обратили внимание на сильные и слабые стороны молодой системы организации выборов. Я очень рада, что сегодня попала на заседание политического клуба. Очень радует то, что ребята так участвуют в дискуссиях, обсуждают. Очень радует, что все-таки не всей молодежи безразлично избирательное право. Все-таки 20 лет – это уже немаленький срок. И я думаю, что чем больше будет молодежь разбираться в избирательном праве, тем больше будет это избирательное право совершенствоваться и качественнее. Будущие юристы каждой уже успели проголосовать на выборах. Заместитель начальника управления по делам молодежи Владимир Тельнюк побывал по обе стороны выборов – как избиратель и как организатор выборов на избирательных участках в Анапе. Я призываю вас найти в себе веру. То есть, может быть, не кандидату, но вы обязательно должны быть патриотами. Вы же переживаете за страну, в которой живете. А избирательная система, какая бы она ни была, которая сейчас становится, которая будет потом, она нашей страны. Если вы в силах что-то изменить, дерзайте. Но в стороне сидеть не делайте. Даже если вы хотите проголосовать против всех, придите, сделайте что-нибудь. В любом случае, это ваш гражданский выбор, ваша гражданская позиция. Сравнение США и новые идеи. Ровесники избирательной системы на правах будущих юристов уже сегодня готовы предложить эффективные, на их взгляд, идеи привлечения населения на выборы. Ну, есть ряд других стран, с которых у нас есть чему научиться, я считаю. У кого бы научиться? Очень неплохая система у США, скажем. За столько лет у них было принято очень мало поправок в ту же конституцию. Чем лучше, скажем, эта система, тем, например, у нас лучше улучшается состояние в стране, лучше происходят выборы, более качественно. Кому-то это покажется несерьезным, кому-то это покажется просто какой-то рисовкой, но на самом деле ребята с интересом это все обсуждают. И вполне возможно, и даже невозможно, а точно, я уверена, что ни один из них потом никогда не проигнорирует свою возможность внести в общество что-то полезное. Выборы в Анапе проходят на стабильно высоком уровне организации и подготовки. Техническая сторона вопроса – современное оснащение. На 68 избирательных участках Анапы установлены веб-камеры, передающие сигнал в режиме онлайн для дополнительного контроля и профилактики нарушений на избирательных участках. Работают три комплекса обработки электронных бюллетеней, упрощающие процесс подсчета голосов и исключающие механические ошибки. И по традиции у каждого избирательного участка в день выборов работают ярмарки и выступают народные художественные коллективы. Как и прежде, 10 и 20 лет назад в день выборов организаторы поддерживают атмосферу праздника. Наталья Пухальск, Александр Кореневский, Анапа. Регион.